Каждому из нас или бывает не всегда? В этой жизни далеко не все устроено по принципу справедливости. Как писал Томас Фуллер, не всегда пышная шляпа покрывает достойное уважение голову. Не всегда тот человек, который чего-то заслуживает, получает это. И, к сожалению, иногда справедливость принимает, или понятие справедливости принимает извращенные или даже уродливые формы. Известно, что одним из основополагающих принципов справедливости является выражение «каждому свое». Но это та самая фраза, которая находилась над входом в концентрационный лагерь в Бухенвальде, где множество людей было уничтожено, тоже во имя справедливости, как некоторые ее понимали. Сегодня мне хотелось бы вместе с вами поразмышлять над одной из притч Иисуса Христа, о притче, которая рассказывает о справедливости. Эта притча записана в Евангелии от Матфея, 20 главе, с первого стиха и до 16. Давайте прочитаем ее. Ибо царство небесное, подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжеще праздно, и им сказал, идите вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. И, наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату. Начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома. И говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динари ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых, а мало избранных». Обычно, когда мы читаем притчи, мы ассоциируем себя с теми или иными персонажами, с теми или иными участниками истории, которую рассказывает Иисус. Когда мы читаем, например, притчу о потерянной ФЦ, которую ищет пастух, мы представляем себя в виде этой овцы, которую Господь находит. Когда мы читаем притчу о блудном сыне и любящем отце, то мы размышляем об отце как о Боге, который ожидает нас, заблудших детей его, которые вернутся к нему. Когда мы читаем притчу о работниках в винограде, с кем мы ассоциируем себя в этой притче. Это очень интересная и замечательная притча. И она является замечательной притчей, пока мы ставим себя на место тех, которые последними пришли работать в винограде. потому что быть на их месте на самом деле очень хорошо. вы приходите за час до окончания рабочего дня, делаете то, что успеете сделать за это время, а потом получаете такую же плату, которую получили те, кто работал целый день в этом винограде. И пока мы сравниваем себя вот с этими людьми, которых в последнюю очередь хозяин нанимает, которых он в последнюю очередь приглашает в свой виноградник, мы чувствуем себя очень даже хорошо. Но всегда ли так происходит? Всегда ли мы на месте этих людей? Не оказываемся ли мы на месте тех, кто работал с самого утра? Почему вообще Иисус эту притчу рассказывает? В предыдущей, в девятнадцатой главе, мы читаем о том, как к Иисусу приходит богатый юноша. И Иисус ему говорит, что ты должен раздать, продать свое имение, раздать его и следовать за мной, чтобы иметь сокровище на небеса. И когда юноша уходит опечаленный, Иисус начинает говорить о том, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. И Петр, один из учеников Иисуса, задает ему вопрос, который записан в 27 стихе 19 главы. Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам? Иисус говорит им, не переживайте, все будет хорошо. Что бы вы ни оставили, вы получите во сто крат. А когда Сын Человеческий сядет на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израиля. И дальше Иисус рассказывает эту притчу. Девятнадцатая глава Евангелия от Матфея заканчивается словами, многие же будут первые последними и последние первыми. Точно так же, как заканчивается и эта притча. И, наверное, когда Иисус говорил эту притчу, и когда ученики слушали ее, возможно, они не рассматривали себя как тех, которые последними пришли в виноградник Божий. Они были теми, кто был с Иисусом с самого начала. Они были теми, кто многим пожертвовал для того, чтобы быть с Ним. Они оставили все, что у них было. Петр, Андрей, Иаков, Иоанн оставили сети рыболовные, оставили лодки, оставили свое занятие, свой заработок, чтобы пойти и быть с Иисусом. Матфей, евангелист, который пишет это Евангелие, он оставил свой пост, свою работу, сборщика податей и пошел за Иисусом, чтобы быть с Ним. Они пришли с самого утра в этот виноградник. И Петр спрашивает, что нам будет? Иисус отвечает, будет. все, что полагается. Но многие будут первые, последними и последние первыми. И он рассказывает эту притчу, которая начинается с того, что хозяин выходит рано поутру. он выходит рано утром для того, чтобы нанять работников. И рано утром это примерно шесть часов утра, когда начинался рабочий день. хозяин хочет получить все, что возможно от того труда, который могут предоставить ему эти работники. Он договаривается с ними об оплате по динарию на день. и это была нормальная плата в то время. Паденный рабочий, сезонный рабочий, который нанимался на день для того, чтобы выполнить тот или иной труд, он обычно получал такую плату. Один динарий. И эти люди идут работать в виноградниках. Затем мы читаем, что хозяин выходит около третьего часа. Около третьего часа это примерно девять утра. И он написано увидел других стоящих на торжеще, то есть на торговой площади, на центральной площади города, стоящих праздно. Интересно, что если в первом случае говорится, что хозяин вышел рано поутру для чего? Чтобы нанять работников виноградник свой, то есть у него была определенная цель, он с этой целью пошел туда, на эту площадь. Во второй раз уже не написано, что он пошел, чтобы нанимать кого-то. написано, что он вышел и увидел. И после того, как он вышел и увидел, что там есть люди, которые просто так стоят, он и им сказал. То есть фактически он, может быть, и не планировал их нанимать, но он видит, люди без дела стоят и говорит им, идите вы виноградник мой, и что следовать будет дам вам. Если с первой группой работников хозяин договаривается по динарию в день, он оговаривает конкретно оплату их труда, то второй группе он что говорит? Он не называет сумму, он говорит, что будет следовать. И здесь используется слово, которое можно перевести как то, что справедливо. Это притча о справедливости. Хозяин говорит, то, что будет справедливо, я вам заплачу. Они пошли. Мы читаем, что хозяин выходит затем около шестого часа, то есть в полдень, около девятого часа, три часа дня и делает то же самое, то есть он снова видит людей, которые там стоят, он снова их приглашает, свой виноградник, он снова с ними договаривается, что они будут работать за справедливую оплату. И наконец, читаем мы, выйдя около одиннадцатого часа, рабочий день в то время продолжался двенадцать часов, профсоюзов не было, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздновать, за час до конца рабочего дня, и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздновать? Обратите внимание, эти люди не только что пришли туда, на площадь, не то, чтобы они проспали целый день и к концу дня проснулись и подумали, пойдем на площадь, может быть, найдем себе что-нибудь там, и не то, чтобы эти люди работали целый день на какой-то другой работе, и потом их рабочий день закончился чуть раньше, и они пошли на эту площадь, нет, хозяин им говорит, что вы стоите здесь целый день праздновать? Они пришли на эту площадь тогда же, когда пришла первая группа, которых нанял этот хозяин, которых он пригласил в свой виноградник и договорился, что заплатит каждому из них по динарию, но никто их не нанял, так они говорят хозяину виноградника, он говорит им, идите вы виноградник мой, и что следовать будет получить. Все это время, когда хозяин ходил туда-сюда, между виноградником и рынком, все это время те люди, которых он нанял раньше, которых он нанял в начале дня, рано утром, все это время они работали в винограднике. И вот наступает вечер. Время расчета. Нужно было работнику наемному в тот же день заплатить за его труд. Поэтому господин виноградника дает распоряжение управляющему и говорит позови и заплати им, но начни с последних, с тех, кто только недавно пришел, с тех, кто меньше всего виноградники проработал. Подходят последние, пришедшие около одиннадцатого часа, и к удивлению своему собственному и к удивлению тех, которые первыми пришли и работали целый день, они получают за свой час по динарию. Совершенно неожиданно. Такой вот сюрприз их ждал. Естественно, те, которые получили по динарию, проработав всего час, они рады, они счастливы. Несмотря на то, что большую часть дня они простояли там на рынке, день прошел не зря. Они могут вернуться теперь домой и накормить свои семьи. Но что происходит в сознании тех, которые пришли первыми в этот виноградник? это люди, которые хотя бы на элементарном уровне, но считать умеют. И они могут посчитать, если те, кто работал один час, получили по динарию, то те, кто работал двенадцать часов, сколько должны получить? Больше должны получить. Но эта математика не работает в данной ситуации, потому что когда очередь доходит до них, они тоже получают по динарию. И они начинают роптать. они начинают обижаться. И их претензия господину выражается в двенадцатом стихе. Они говорят, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. С их точки зрения хозяин виноградника поступил с ними несправедливо. потому что он приравнял тех, кто пришел последним и почти ничего не сделал, с теми, кто пахал целый день. Он их поставил на одну и ту же ступень. Он оценил их труд совершенно одинаково. Это настолько вопиющая несправедливость, что раввины даже, которые тоже эту притчу потом использовали в своих трудах, они ее расширили несколько, и они добавили туда дополнительную информацию, что те, которые пришли последними, они сделали столько же, сколько те, которые целый день работали. И поэтому хозяин им столько же заплатил. Потому что в сознании не укладывается, как иначе можно было оценить их труд так же, как труд тех, кто работал весь день. Это несправедливо. И вы знаете, когда мы ставим себя на место вот этих последних, которые поручили по динарию, то все очень хорошо. И притча замечательная, и хозяин прекрасный, и все здорово. И никакой несправедливости нет. И вы знаете, вот из тех, которые в 11 часу пришли в виноградник, никто из них не стал возмущаться, получив динарий. И никто из них не сказал, да слушайте, но я же не наработал настолько. я всего час проработал, но это несправедливо, я не могу взять эти деньги, это слишком много. Никто не стал этого говорить, никто не стал из них говорить, увидев, что тем первым заплатили по динарию, никто не сказал, слушайте, ну они же все-таки больше работали, они же так трудились, так старались, они хозяину принесли намного больший доход, чем мы, но наверное надо их как-то вознаградить, может им премию какую-то дать хотя бы, может их как-то отметить. С их точки зрения никакой несправедливости в этом не было. но когда мы оказываемся на месте тех, которые с утра пришли, целый день работали и потом видят, что кто-то, кто не сделал и десятой доли того, что сделал я, получает такую же награду, естественно, как это может быть? представьте себе двух студентов. Один старается готовиться к занятиям, самостоятельно пишет работы, рефераты, курсовые, а другой содрал с интернета все, сдал и оба получают одинаковую отметку. справедливо? Нет, конечно. Один работал, один трудился, другой ничего не делал. Но отметка одинаковая. Два человека, которые работают на одной и той же работе, и один старается, вроде все выполняет, что нужно, а другой так, спустя рукава делает. Но зарплату получают одинаково. или другая ситуация, когда человек заменяет другого человека на той же должности, ему говорят, ну, знаешь, ты будешь меньше получать, хотя работу будешь ту же самую делу. Несправедливо. Но как же хозяин отвечает на обвинение этих рабочих несправедливость? В том, что он сравнял тех последних с ними, перенесшими тягость дня и зной. Читаем с 13 по 15 стихи ответ хозяина виноградника. Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя. И слово не обижаю опять же переводится буквально как я не делаю несправедливости, я не поступаю несправедливо в отношении с тобой. Я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. То есть первое, что говорит хозяин виноградника этому рабочему, он говорит, у нас был договор, утром, когда я вас позвал, я сказал, что заплачу динарий, сказал, вы согласились? Согласились. Были рады? Да. Потому что могли бы вообще не позвать, а тут позвали за динарий, нормально. В чем проблема сейчас? Мы договорились за динарий, вот твой динарий, бери и можешь быть свободен. То есть никакой несправедливости нет, договор, который был соблюден. «Я не поступаю несправедливо», говорит он. И следующее, что он говорит, «Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Второй аргумент, который хозяин приводит, он говорит, это мой виноградник, это мои деньги, и я имею право, что хочу с этим, то и делать. Это мое право, и если я делаю с этим, что хочу, то я никаким образом не поступаю несправедливо по отношению к тебе. Хозяин говорит о том, что он имеет право дать недостойным то, чего они не заслуживают. Он дает по динарию тем, которые этот динарий не заработали, но он все равно им дает, потому что он хочет. Хорошая веская причина, правда же? Я хочу. и второе, он говорит, я могу быть добрым по отношению к этим людям. Я им даю не потому, что они заслужили это, но потому, что я добрый, и вот мне хочется дать им динарий, и кто мне может помешать? Иисус начинает притчу эту словами, царство небесное подобно. эти слова, которыми он часто начинал свои притчи. И слова «царство небесное подобно» означают, что правление Бога можно выразить вот каким-то таким наглядным примером, такой наглядной иллюстрацией. Правление Бога, оно заключается в той суть его в той или иной притче. И вот здесь мы видим один из примеров, в чем же заключается правление Бога. Поступил ли хозяин виноградника несправедливо? Да, поступил. Но он поступил несправедливо не по отношению к тем работникам, которых он первыми пригласил. С ними он справедливо поступил. Он договорился за динарии с ними, он заплатил им по динарии. Он поступил несправедливо по отношению к тем, кого он последними пригласил. Потому что он говорил вы получите то, что следовать будет, то есть то, что будет справедливо, то, что заработаете. Отдал им в конце концов то, чего они не заслужили. Хозяин виноградника поступает несправедливо. Но поступая несправедливо, он никого не обкрадывает. Он никому не делает никакого зла. Потому что он поступает несправедливо не с теми, кто достоин, чтобы лишить их того, что они заслуживают. А он поступает несправедливо с теми, кто недостоин, для того, чтобы дать им то, чего они не заслужили. Потому что он добр, и он сохраняет за собой это право быть добрым, даже если это предполагает, что он будет несправедливым. Петр спрашивает Иисуса, что будет нам, которые оставили все и последовали за тобой. Иисус говорит, будет многое, но не только вам. Помните разбойника, который был на кресте рядом с Иисусом, который обратился к нему и сказал, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие твое. И которому Иисус ответил, ты будешь со мною в раю. Это тот, который и часа не проработал в винограднике Божьем, который жизнь свою без Бога прожил, но которому Бог дает столько же, сколько дает тому, кто с самого утра трудился, не покладая рук, потому что он добрый и потому что он хочет это сделать. Если мы хотим рассуждать о несправедливости, то нам стоит поговорить об этом с Иовом, который был человеком праведным и непорочным, и который в один день потерял своих детей, свое имущество, свое здоровье. Если мы хотим говорить о несправедливости, то нам стоит поговорить об этом с Моисеем, который был верен Богу, но который не вошел в обитованную землю за один лишь только проступ. Если мы говорим о несправедливости, то давайте поговорим с Давидом, который, будучи помазан на царство, вынужден был скитаться, прятаться в горах, скрываться в пещерах и подвергать свою жизнь опасности. Если мы хотим говорить о несправедливости, давайте поговорим об этом с многими людьми, которые были верны Богу, но которые не получили всего того, чего заслуживали, о которых написано в послании к евреям в 11 главе с 36 стиха другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Бог несправедливо поступил с нами, желая дать нам все то, что заслужили они. В послании к римлянам в 6 главе и 23 стихе мы читаем следующие слова. «Ибо возмездие за грех смерть». Слово «возмездие» может направить нашу мысль может быть не совсем в верном направлении. более правильно было бы перевести эти слова так, «Ибо плата греха смерть». Грех платит смерти. Это то, что мы заслужили. Это та плата, то вознаграждение, тот динарий, который мы должны были получить за наши труды. Это было бы справедливо. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе наш. Хозяин виноградника не заплатил фактически тем последним, которые пришли в его виноградник. Он подарил им этот динарий, потому что он добр. Точно так же, как Бог подарил нам вечную жизнь в Иисусе Христе. Не потому, что мы ее заработали, а потому, что Он явил к нам свое милосердие. Французский писатель Франсуа Мариак сказал, «Самое ужасное на свете справедливость без милосердия». Величайшая несправедливость записана в тексте, который, наверное, каждый христианин знает наизусть. Иоанна 3,16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечно». Мы должны быть благодарны Богу за то, что Он несправедлив. Не для того, чтобы отнять что-то у заслуживших это, но для того, чтобы что-то дать тем, кто этого не заслужил. Поэтому, сталкиваясь с несправедливостью в этой жизни, в этом мире греха, который не является совершенным, давайте будем помнить, что не всегда нужно пытаться сравнивать себя с кем-то и переживать из-за того, что мы оказались на одной ступеньке и на одном уровне с кем-то, кто не заслуживает тех же благословений, которые имеем мы. Если с нами обходится несправедливо, давайте будем помнить, что в этом случае мы с вами входим в хорошую компанию. мужей и жен веры, о которых говорится в Слове Божьем, что сам Иисус претерпел эту несправедливость. И давайте благодарить Бога за то, что Он Бог не только справедливый, но и милосердный. И Его милость превозносится над судом для того, чтобы каждый из нас мог обрести спасения. Субтитры Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok